Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! У нас утро, я уже собралась, детей накормила, собаку выгуляла, и сейчас мы едем во Вроцлав. Оказалось, что там открыт океанариум, мы купили билеты онлайн, и сейчас отправляемся в наше мини-путешествие длиною аж в один день. Конечно же, мы там не будем ночевать, у нас закрыты все отели, поэтому мы буквально туда-обратно. Ну, беру с собой камеру, там должно быть интересно. Когда-то пару лет тому назад мы там были, нам понравилось, но дети ничего не помнят, очень просились, поэтому едем сегодня. Кстати, помните, я показывала вам палетку Tom Ford, которую я купила себе на день рождения? Сегодня ее накрасилась, красивые такие золотисто-персиковые оттенки. Есть и в других брендах, но я довольна своим приобретением. И помимо еще карандаша для губ, это Charlotte Tilbury Pillow Talk, все остальное это бюджетная косметика, у меня всегда так абсолютный микс в косметичке. Подешевле что-то, что-то подороже. И скажите, может есть какие-то лайфхаки? Потому что, когда красишь лицо и надеваешь свитер с горловиной или водолазку, то сразу все отпечатывается здесь. И получается, что каждый свитер с такого плана можно надеть всего лишь раз, и потом это все отправляется в стирку. И так по кругу. Поделитесь, если вы знаете, как решить этот вопрос. Спустя 2,5 часа мы на месте. Помимо океанариума, здесь еще и африкариум и самый большой зоопарк в Польше. Билеты также продаются на месте, то есть не обязательно покупать онлайн. Но мы побоялись очереди, поэтому сразу онлайн все купили, как я вам говорила. И в первую очередь, наверное, пойдем в африкариум. У нас снова выпал свежий снежок, а я практически вся в светлом таком маскируюсь по зиму. Сюрприз. Гардеробная не работает. Придется носить куртки в руках. Ну ладно, спускаемся под землю. Океанариум. Зарка, разденься, пожалуйста, потому что тебе будет очень-очень жарко. Захар уже в восторге. Вау, вау. Краска. Да, вижу, вижу. Пойдем искать сейчас акул. Давай куртку, Заки. Смотрите, какой размер у нее. Огромная. Огромная. Как в сказке. Как будто смотришь какой-то мультик. А вот это офигенно. Смотрите, как коридор подводный. Можно со всех сторон рассмотреть не только просто обычных рыбок, но и здесь еще акулы плавают. Та-дам. Ой, блин, мучновато. Да вот она прям над нами проплыла. Огромная. ЯOK. Огромная. Огромная. дальше мы заехали на рынок вроцлавский то есть на центральную площадь и здесь конечно совершенно другая архитектура мы уже запланировали с томиком и с мальчишками конечно же приехать сюда когда станет теплее погулять также хотели бы съездить на несколько экскурсий и гляньте как интересно все дома разного цвета и также разной формы с краковом конечно не спутаешь правда вот и дошли мы до елки ой какая она необычная я даже не думала что в конце января она все еще стоит не уверена что она живая потому что как будто бы вся светится сейчас подойдем поближе и рассмотрим елка это еще и музыкальная конечно не натурально это типа как какой-то каркас но зато необычная припарковались у огромного костела и сейчас вот тоже такой величественный нам встретился как наверное в каждом регионе польши костелов должно быть много везде реалии этой зимы рестораны закрыты работают только на доставку поэтому мы взяли всем гребли снег степа как лавочки и вот обедаем собственно папа ко всему привлекает главное позвали меня мама иди сюда запиши видео только начислить костюм только можно чистить костюм трубы ну выносим эту игру на коры дальше организовала Томаку занятия на выходные купила новые кровати в Икеа я не знаю она у нас работает или нет я заказывала онлайн и через два дня привезли все что случилось со старыми начали разламываться вот эти досочки на которых крепится матрас вот и поэтому пришлось обновить кроватки мы давно собирались это сделать и к сожалению вот кровати я купила а здесь еще должны быть такие выдвижные ящички их не было в наличии онлайн я проверю работают ли икеа нужно докупить мы оставили пока что старый ящик от старой кровати но обязательно приобретем все как надо будет очень удобно эта кровать побольше для подростка также сойдет еще Томак вот одну кроватку сложил вторая точно такая же для игнашика я заказала еще специальную такую штучку для детей поменьше чтобы он не падал как всегда во блогах с пылесосом ну все теперь Игнат будет спать как царь между прочим я взяла матрас который подороже я не знаю чем они отличаются то есть я не тестировала их в магазине просто показалось что подороже может быть лучше будет комфортнее спать Игнат наконец-то перестанет приходить к нам каждую ночь но это не точно постель у нас тоже из икеи я покупала ее давно и подушки тоже одеяло у нас из пуха вы знаете очень теплое большое и в принципе я довольна сейчас покажу вам из чего выполнена кровать из какого материала очень аккуратно смотрится и игнашка конечно доволен это конечно не натуральное дерево а мдф но выглядит как бы прочная я не знаю что можно делать на кровати чтобы она развалилась это проверим со временем сейчас мика отключится начинается тихий час ми ну подожди еще не засыпай на вошейнике потому что нужно еще раз выйти перед сном кстати она с полдесятого спит так крепко что это же атомная бомба не разбудит когда были фейерверки на новый год мика ничего не заметила сон очень важен жизни красивить ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а а это кровать тоже готова матрас такой же как у гнашика жестковатый правда мне кажется нормально должно быть о я не знала что екеа открыто отлично Нашла я такую же кровать И между прочим, видите, она есть еще и в таком цвете дерева То, что я ищу То, зачем я приехала Это вот такие Ой, выдвижные ящики Что такое? Выдвигается, посмотрите Сюда много всего можно поместить Как минимум постель, какие-то игрушки Ненужные вещи Помимо этого, есть еще вариант Раскладного матраса Сейчас достану и покажу Потому что из него также можно делать кресло Вот думаю, взять еще и несколько таких Потому что иногда к нам приходят друзья Остаются на ночь И прикольно потом спать Консультант только что рассказывала мне, что ее ребенок Например, вот так часто складывает И ставит в качестве кресла под стену И сидит на нем Понятно, что это все не фиксируется Но, тем не менее, как вариант Можно полностью разложить Получается 2 метра длины 90 сантиметров в ширину И спать или лежать, играться Тоже вполне ок Но, наверное, пока что не буду брать Если что, потом докупим Осень прикольная Постельное белье Тоже новинка Но, к сожалению, нет в наличии Поэтому выберу кое-что другое Берем такое с тиграми Думаю, что мальчикам понравится Так, девочки, а ну-ка поделитесь со мной У кого уже есть вот такие чугунные сковородки И формы для запекания Давно хочу себе что-то такое У меня прям ассоциацию с мамой У нее была похожая Стоит или нет, отпишитесь, пожалуйста Ой, мой глаз радуется Очень красиво Особенно, когда некоторые стоят пустыми А в больших емкостях Несколько веточек всего А не какой-то пышный букет Или вот такие кувшины Керамические Темно-синие Ой-ой-ой Из икеи выйти без покупок Практически нереально Если в интерьер подходят Вот такие плетеные вещи Это, конечно, супер находка Огромная напольная ваза Ой, в икеи есть столько зелени Классно Я как раз выберу себе цветок в зал Еще посмотрите, как здорово Может смотреться мини-теплица Это типа как теплица Хотя, кто знает Возможно, здесь что-то Можно вырастить Ну, типа какие-то приправы Или что-то мелкое Дома По-моему, я нашла, куда пристроить Наше красное кресло И в раздумиях над плетеным В нашу спальню Там почти никто не сидит И никогда Но зато красиво выглядят И вещи можно сложить Мне еще осталось купить То, зачем я сюда, собственно говоря, приехала Я как всегда Вы видите? Потому что я не вижу Оля, спустя 5 минут 16 ряд 34 место Пойдем Ну вот и приехали Это слишком тяжелое У меня сейчас проблемы со спиной Я просто не могу это поднять Придется стянуть Томика Как обидно Утро понедельника Оно такое У нас очень холодно Как для Кракова Минус 11 Поэтому я сегодня Не просто в спортивном костюме Я заметила, что Реально в спортивном костюме Гораздо теплее Наверное, потому что Вот есть объем Внутри Который заполняется Теплом Что ли Вот если джинсы в облипку То я мерзну моментально Но даже под спортивный костюм Я надела еще и леггинсы Футболку Чтобы была такая многослойность Облачилась в свой самый теплый пуховик Когда ты живешь в холодном климате То ты привыкаешь И у тебя соответствует гардероб А когда зимой в основном плюс То у тебя особо даже нет Каких-то Знаете Специальных вещей Которые можно надевать в морозы И уж точно не замерзаешь Так что я сегодня Знаете Надела то Что поможет мне сохранить тепло Даже повязкой Обычно я Надеваю еще и капюшон И мне совершенно не холодно Сейчас буду делать маникюр У Алины Я уже какое-то время Ну не считая карантина Тогда я выполняла Все эти бьюти процедуры сама Но в основном Я приезжаю к мастеру С компьютером Который снова со мной И пока она наводит красоту Я еще успеваю поработать Еще заметила Одну такую интересную закономерность Чем больше мне нравится маникюр Тем быстрее я его ухайдухаю Решила оставить ногти подлиннее И мне уже так неудобно Обязательно уберу длину И кстати цвет Который понравился многим из вас Я тоже от него обалдела Это люкс топ 138 Хотя у самилака Есть кое-что похожее Вообще нравится и в косметике Помады у меня такие есть Так что абсолютно мое Сегодня сделаю что-то посветлее Наверное Но у меня как всегда Все приблизительно в одной цветовой гамме Я не люблю Особенно на ногтях Эксперименты Если уж делаю То это точно ненадолго Проходят и снова возвращаюсь К чему-то нейтральному такому Неброскому Или же классический Яркий красный цвет Сегодня я даже не успела позавтракать Пока Мику выгуляла Детей собрала Поэтому у меня с собой еще и киш С брокколи Один из моих самых любимых рецептов Показывала вам и в инстаграме И на ютубе И Алине тоже прихватила кусочек Вдруг она тоже не успела Утром поесть А это мой обновленный Маникюр Я же говорила вам Что скорее всего Что-то более нейтральное Выберу Это неонел У меня тоже есть такой цвет Напишу вам на экране Что за оттенок Я помню, что я красила им В прошлый раз Когда был карантин И мне было сложнее, чем мастеру Честно говоря Они чуть менее густые Чем самилак, например Но оттенки Вообще цветовая палитра У них очень красивая Это тоже польский производитель В одном из последних влогов Я показывала вам новые свечи Вот это из Юска Она очень красивая Но, к сожалению, закончилась За два вечера Вот это из Wood Week Даже не знаю С одной стороны Это подарок И как бы очень приятно Но тоже должна вам сказать Что эта свеча Совершенно по-другому горит Чем маленькие Которые я раньше покупала И довольно безопасно Видите Огонь высоко не поднимается Я думаю, что это Какая-то специальная технология Да, свеча трещит Вот я сейчас замолчу Вы услышите И я не обратила на это внимание Но свеча с ароматом черного перца Черный перец пахнет по-другому Но довольно приятный И не слишком интенсивный По сравнению с Янки Кэндл, например Это очень лайтовый вариант И за счет того, что свеча очень темная Видите, какое все грязное Когда она выгорает И довольно быстро расходуется Не знаю Почему-то так В этот раз Я видела, что в Пепко сейчас красивые Появились недорогие Поэтому я сегодня планирую заехать туда После продуктового магазина Зайти точнее И приобрести еще одну Потому что все очень-очень быстро Заканчивается А вот то, что мы решили оставить Это Новогодние огоньки На Сакуре И также не выключаем нашу гирлянду Тома, помните, я ее покупал Летом И сейчас рано темнеет Как-то позитивно Очень уютно Даже когда не смотришь из окна А просто светится это все На улице И огоньки видны даже дома Сейчас я буду готовить Супер простой обед Как раз приедет Тома Мы с ним вместе поедим И дальше каждый снова займется своим делом За такое блюдо в ресторане Мы заплатим раз в пять дороже А готовится в два счета Я вас буквально уверяю в том Что у каждого это получится Сегодня у нас на обед будут Говяжьи стейки с бататами Это сладкий картофель И с трюфельным маслом Если практически все можно чем-то заменить Там сладкий картофель на обычный Труфель вовсе не обязательно использовать Берем оливковое масло То вот что касается мяса То здесь я вам рекомендую Хотя бы раз попробовать приобрести Говяжьи стейки Мы покупали их в Лиле И они так и называются Есть разные Я люблю без всяких там пленочек Без жил Без жира И Томак мне берет Или я себе покупаю Полендвицца По-польски это так называется И Ростбиф для Томака С такой вот прослойочкой Что мы делаем в первую очередь Это довольно важный момент Мы достаем мясо из холодильника Хотя бы за 20 минут до жарки Можете замариновать его в оливковом масле Например в свежем розмарине Если розмарина дома нет И вы не любите его Или еще какие-то другие причины Будем жарить без ничего Не кладем ни соль Ни перец Ничего Теперь поливаем картофель Трюфельным маслом Или обычным оливковым У меня вот такое По-моему оно итальянское Поливаем Немного О Солить мы будем уже в самом конце Если хочется какого-то разнообразия То например обычный картофель Можно запечь с оливковым маслом И с прованскими травами С чесночком С копченой паприкой Посыпаем поверх С обычной сладкой паприкой С хлопьями красного перца В общем чего душа ваша пожелает И даже с розмарином будет вкусно И конечно же все эти приправы Точно так же подходят и к сладкому картофелю Сколько запекать Смотрите по своей духовке У меня хорошо пропекает все Минут за 25 наверное Если нарезать вот такими ломтиками И я ставлю довольно высокую температуру Но поглядывайте Чтобы варк картофель не сгорел И я обычно включаю опцию гриль Уже в самом конце Чтобы тоже не подгорало Нашла у себя немножко розмарина Поэтому мясо у меня сегодня будет с розмарином Я скажу вам честно Что я не любитель красного мяса Но мясо для стейков очень легкое И нет ощущения тяжести После того как его съедаешь Наоборот как будто У тебя внутри не мясо, а рыба Теперь можно добавить Чуть-чуть оливкового масла Что я и сделаю То о чем вы очень часто спрашиваете Хотя на самом деле спрашивать не о чем Это чесночное масло Мы частенько его делаем Достаем масло из холодильника заранее Чтобы оно было мягким Или так как я пользуетесь Старым проверенным способом Блендером Нам необходим чеснок и крупная соль У меня вот такая крупнее не оказалась И также стейки очень вкусно подавать С кусочком сливочного масла Когда снимаете из гриля Они прям вот пылают еще этим жаром Кладете на стейк, на мясо Кусочек вот этого масла Я же пошла дальше И сделаю не просто сливочное масло А чесночное масло Формируем шарики Можно на пару минут забросить в морозилку Чтобы оно подзастыло Или же в холодильник Салатом конечно это сложно назвать Потому что у меня дома только помидоры Но главное заправка То есть мы готовим такой легкий соус К свежим листьям шпината Даже просто листья салата Без ничего С заправкой И например можете сочетать Помидоры черри Тоже со свежим шпинатом С чем угодно Вот что у вас есть дома Какие там овощи Можете использовать эту заправку И будет всегда бомба Для соуса мы берем Чайную ложку Вот такой горчицы В Польше она называется Французская Я буду делать на глаз Но давайте примем так Столовая ложка Сока лимона Столовая ложка меда И столовая ложка Оливкового масла Я люблю добавить еще Зубчик чеснока небольшой Если не любите Пропускайте этот шаг И соль по вкусу Соус выливаем немножко На типа салат Очень люблю всю зелень с ним Момент Х Будем жарить стейки У меня сковородка Из икеи И разогреваем практически На максимальном огне Сухую сковородку У меня вот максимум 14 Я ставлю на 12 Если вы не мариновали стейки В оливковом масле То берете Ну одну чайную ложку Оливкового масла И вот такой кисточкой Распределяете ее По сковородке Видите что Моя сковорода уже готова Можем выкладывать Пока болтала с вами Мои ботаты чуть не сгорели Не забывайте посолить картофель И уже практически все готово Вот и все готово Пока стейки горячие Кладем по кусочку масла И соль И моя порция вкусностей То что вы сейчас увидите Это конечно беспредел Я в процессе Я решила во первых убраться После съемки нескольких видео Для которых я доставала много Много разной косметики Мне бессмысленно задавать вопросы Зачем тебе столько Потому что отчасти я бьюти блогер И я решила перебрать Все свое богатство И оставить только То что мне реально нужно Для съемки последующих видео И также Ну для моего личного использования Здесь я уже начала собирать средства Которые я также люблю Но невозможно использовать все Поэтому я регулярно делаю расхламление Также это отдельная коробочка зла Очередная Со средствами которые мне не нравятся Которые я покажу в разочарованиях Здесь у меня кое-что После съемки Я готовлю все Или по коробкам Или по каким-то пакетам Чтобы не потеряться Ну миллион проводов Это как всегда Потому что Когда я снимаю Передо мной находятся Софтбоксы Камера Иногда я включаю Ring light Здесь на отдельном штативе Очень темно И не видно Но вообще-то у меня здесь Обычно прикреплен микрофон Отдельно Поэтому Вот такая Раньше бьюти-комната А сейчас просто Мини-студия В которой я снимаю видео И помимо главного освещения Я еще освещаю Вот эту небольшую композицию Которую я меняю В зависимости от настроения И тематики ролика И также сзади у меня Имеется подсветка Я ее по-другому ставлю Но сейчас я в процессе уборки Беру вас с собой И надеюсь это также смотивирует вас Чтобы навести порядки И в своих бьюти-уголках Помимо косметики На моем туалетном столике У меня еще и есть Целый ящик Каких-то помад Тональных кремов Здесь есть все Но часто мне нужно найти Или какие-то аналоги Или сравнить что-то по качеству Поэтому я все это задерживаю Но мне прям очень-очень жалко Когда некоторые средства стоят И пропадают Поэтому я сейчас все пересмотрю То, что супер старые К сожалению отправятся в мусорку А то, что все еще хорошие Я обязательно передам по наследству Благо есть кому Ну что, берусь за работу И некоторые средства я прям буду Отрывать от сердца Но другого выхода я не вижу Достаю залежавшиеся средства Из моего комода Это база под макияж Мак очень старая, сияющая Я ее не пользовалась У меня есть другие любимые И отдаю затирку пор от NARS Benefit Как-то больше по душе Теперь выкладываю все Более-менее старые тональные Что-то мне по финишу не нравится Что-то испортилось А что-то не подходит по цвету Маэстро и дизайнер Armani Приходится выбросить они старые Ланком по цвету не подходит Редко пользуюсь, когда супер загорелый Вот этот Shiseido Не Glow А обычно он супер матовый Очень сушит кожу Поэтому точно для меня нет Заива очень темные Буржуа тоже Надоело мне все это смешивать И также прощаюсь с Double Wear Light Слишком плотно Это были хорошие лимитки от Lamelle Практически закончились Новые стики Lancome Не люблю такой формат И хороший тональный крем Но в темном оттенке От Yves Saint Laurent И отдаю еще Enough 8 пептидов Потому что для меня Это слишком плотное покрытие Вот эти два хороши на каждый день Lancome у меня довольно темный Только на лето Легенький И Yves Saint Laurent Покупала специально светлый Чтобы смешивать Сияющий тон Yves Saint Laurent Люблю Но больше нравится Shiseido Второй раз Не буду его покупать Даже не второй Наверное пятый И оставляю Остальное Консилеры Консилеры здесь Все классные Второй раз купила Второй уже 35-й MAC Это в темном оттенке Laura Mercier Обожаю его Он легенький Armani У меня есть еще другие Но Вот этот например Уже испортился И там Буквально Чуть-чуть осталось на дне Хелена Рубинштайн Обалденный И вот этот В темном оттенке От Estee Lauder От Dame Mami Lily Lolo Хороший Из бюджетного сегмента Стойкий А вот этот Отдаю Потому что он Супер плотный Это Too Faced Отличные Консилеры Корректоры От Айзенберг У меня даже В двух оттенках Заива Это полный провал Айзенберг Остается Хотя я сейчас Довольно редко Говорю об этом бренде Пудры От Заива У меня были Сразу в нескольких Цветах Поэтому отдам Две пудры От Пупа Одну передам Маме И копошусь Ищу Всякие бронзеры Палетка Гош С бронзерами Отличная Стеллари Отдаю Только потому что Слишком много всего Две палетки От Хаан Обе прекрасны Это старое средство От Катрис Оно уж так выглядит Что я решила Его просто выкинуть Слишком теплый бронзер Пользуюсь редко От Лоры Мерсье Поэтому Кому-то отдам Палеточки Нарс Остаются Потому что Это лимитки Я их коллекционирую И румяна Не так быстро портятся Засох Стик От Кико Это в принципе Неплохое средство Дальше у нас Кремовые тени Как видите Армания у меня Еще в старых упаковках Но они прекрасны Отличное качество И оттенки У Бьюти Дракс У меня целых три было Буржуа Там один единственный цвет Который я оставила себе Какой-то жидкий хайлайтер Ланком Которому сто пятьсот тысяч лет Пигменты Мак Тен И Некед Конечно же Они остаются Дюралайн База Не под макияж А под тени От Мак Не знаю Зачем мне нужно было Клей для ресниц Пыталась научиться им пользоваться Но Все Его уже просто выбрасываю Он Засох База Под помаду Кстати Хорошая вещь Я о ней просто забыла От Мак От Дам И один оттенок Бьюти Дракс Тоже самый светлый Редко в использовании Отдаю Мне больше подходит Люкс Визаж Вот этот Или маме Или себе От Бьюти Дракс Я пока что Не решила Теперь Самое страшное Это помады За годы Мне прислали Огромное количество Косметики Также многое Я покупаю на обзор Специально для видео Не только для личного Пользования Вы должны это понимать Что обычному человеку Столько не надо Я рассказываю О разных текстурах О разных цветах И при великому сожалению Многие помады Мак Которыми я пользуюсь Реже Например красная Или какая-то темная Они странно пахнут Поэтому в первую очередь Я обменяю их В Маке У нас есть услуга Back to Mac Отдаешь 5 разных упаковок И меняешь на любую помаду Из стандартной коллекции В любом цвете Также у меня есть Восхитительные помады Estee Lauder Несколько оттенков Я приберегла для мамы У Nars Прекрасные помады У Stellar Супер кремовая Приятная формула Так как я Действительно пользуюсь Не только люксом А не просто Это все складирую Есть у меня любимые И люкс визаж Пупа Буржуа Еще Помады Nars Вот это уже Расслоилось Прям сильно И пользуюсь редко Хотя когда-то Нравился цвет Решила отдать Помады Lamelle Instagirl Красивые оттенки Но тоже Они уже неприятно пахнут Карандаши для губ Карандаши для глаз Всевозможные подводки Да Я понимаю Что это выглядит устрашающе Но Такова жизнь блогера И поверьте мне Что у некоторых Прям целые комнаты Такого добра Дальше я стараюсь Разложить все По категориям Чтобы мне потом Было проще Все это отыскать Как видите Я не достаю Прямо каждое средство Еще отдельно у меня лежат Некоторые палетки теней И хайлайтеры Румяна Просто не все Я планирую разгребать Те продукты В которых я уверена Которые вы часто Видите в моих видео Так и лежат На своих местах И конечно же Они остаются Те палетки Которые я отдаю В добрые руки Желающих забрать Очень много Это Kat Von D Базовая палетка Матовых теней Она хорошая Но Просто слишком Много похожих Это была Лимитка От MAC Честно говоря Мне она не особо Понравилась По качеству Но возможно Кто-то из подружек Сможет ее приручить Предложу им Одна из любимых Палеток От бренда Urban Decay Это Naked Heat Малютка Несмотря на то Что тоже Типа базовые цвета Теплые На глазах Они очень красиво Раскрываются Ее я оставляю Эту отдаю Cherry Потому что Например Evaline Мне нравится гораздо Больше Они как-то Меньше сыпятся И красивые оттенки Эту я обещала Маме Это классическая Палетка Nars Nabla Все крутила Крутила У меня есть Похожие Если не такие же Цвета Поэтому Придется ее Подарить Хотя Очень жалко Мне было с ней Расставаться Приятное Качество Классное Вот это Аффект Я Честно говоря Снимала Это супер Давно По цвету Ногтей Заметно Я Тоже Сомневалась Оставить Или нет Она недорогая Это польский Производитель Не помню Лежит она у меня Или нет Но хорошая И Конечно же Jeffree Star Оставляю Несмотря на то Что частью Цветов Я не пользуюсь Но для Коллекции И для того Чтобы я могла Сравнить ее По качеству Тоже Оставляю Вот эти Интересные Тени Необычные От Хеймиш Разные Текстуры В них И они Бомбезно Выглядят На глазах Но Увы Надо отдать Это хорошая Подборка Базовых Теней Супер Пигментация Лорак Оставляю Нарс Остается И Анастасия Баверли Хиллс У меня Там тоже Запрятана Есть еще Вот такая Палетка Классных Румян Бронзеров От бренда Бенефит Просто нашла Кисточку Которая Где-то Затерялась И Конечно же Она Будет Моей косметичкой Пользуюсь Это мое Разочарование Но пока что Пусть полежит И вот так Закончилась Моя уборка Вы можете Не заметить Особой разницы Но я все Поделила По категориям Это раз Во-вторых Я точно знаю Что у меня есть Точно знаю Где что лежит И все Что Мне уже Отслужило Своё И то Что испортилось Я Повыбрасывала И Поотдавала Среди румян И хайлайтеров Прям пустоты Видите Они падают Нужно Как-то по-другому Их поскладывать Еще хочу Вечером Поперемывать Контейнеры Все Но это уже позже Честно Я больше не выдерживаю Также Спрей Для фиксации Отдельно Поставила Какие-то Сияшки Для глаз Отдельно Пудры Кушоны Тоже В общем Пудры и кушоны У меня находятся Вот здесь Помады Блески Консилеры Что-то для бровей Карандаши Для губ Отдельно Тональные базы В тональных Так поредила Но это еще не все Я вам говорю Что к сожалению Мне нужно все это Как хомеку Складывать Потому что Потом Когда нужно Показать Или текстуру Или даже Саму баночку Это приходится хранить Но я все же Стараюсь пользоваться Любимыми средствами Здесь у меня Часть палеток Еще одна Анастасия У подруги Взяла попользоваться И многое Вы уже видели В отдельном видео О фаворитах Как вы знаете За этим туалетным столиком Я собираюсь В такой реальной жизни Вне камеры И также Кое-что пробую И еще Я здесь же Крашусь Для ролика Для съемки Значит Я специально Поставила На видном месте Коробочку Белор Дизайн Чтобы продолжать Всем пользоваться Но я уже Знаете Тут положила пудру Туда Отнесла Помаду И потом Буду все искать Ровно Настолько Мне полегчало Это пакет Вот Если кому-то Что-то нужно То Можете Посмотреть Там Выбрать Я думаю Что я Передам Это Девчонкам Это уже Конкретным Подружкам Я знаю Чем они Пользуются Что они Любят Что они Хотели бы Протестировать Поэтому Это Кое-кому Вот знаете Прям Отобрано И также Отдельный Пакетик Для Мамы Я знаю Что ей нравится Что ей подходит Поэтому Собрала Еще Все это Нужно Поперетирать Чтобы отдать В приличном Виде Ну а на этом Мы с вами Будем Заканчивать Я надеюсь Что вам Сегодня Со мной Было интересно Если да То не забывайте Поставить Пальчик вверх Мне будет Очень И очень Приятно Пока-пока До новых встреч Уже совсем Скоро